Джаз хорошо звучит практически везде. От больших концертных залов до палубы теплохода. Но лучше его слушать в уютной атмосфере дружеской компании. Такой, которая возникла на вечере «Джаз при свечах». Это был не просто концерт музыкального коллектива. Это еще и вернисаж. На стенах картины Насти Полуниной. Она больше известна как дизайнер одежды, но здесь была представлена ее живопись. В том числе шаржированные портреты великих художников. Пикассо Дали Ван Гога и, неожиданно, новосибирца Сергея Масиенко. Что ж, рядом с великими он смотрелся не хуже. И, разумеется, горели свечи. При помощи музыки, живописи и непреружденной атмосферы устроители хотели передать ощущение внутренней свободы, которую должно помочь раскрыть гостям их творческий потенциал, который, в свою очередь, поможет достичь успеха в той сфере деятельности, которой они занимаются. Идея создать творческое пространство и свободу, которую благодаря джазу можно почувствовать, распространить на абсолютно любые направления в творчестве, в бизнесе, в каких-то человеческих отношениях. И в этом творческом пространстве получать очень много энергии и вкладывать ее в хорошие дела. Что же касается джаза, а все-таки он был одной из главных составляющих вечера, то именно эта музыка основана на импровизации и рождает то самое ощущение внутренней свободы, которое позволяет людям творить. Мы спросили Елену Забарскую, музыкальную диву этого вечера, как, по ее ощущениям, воспринимает джаз публика. Но джаз здесь не только играли, его еще и рисовали. Три девушки, Наталья Попова, Татьяна Токарева и Наталья Яковлева, выражали свои ощущения от музыки через свою живопись. Причем делали это, что называется, в прямом эфире. Все зрители могли видеть результаты их творчества на экране. Режется бумага, кисточка наносит акварель, постепенно рождаются образы. И вот он джаз на рисунке. Для художниц это был первый опыт. Желательно уложиться в песню, потому что, ну, это момент, нужно поймать момент. Работать в моменте. Это интересно. Интересные зрители. Во всяком случае, аплодисменты были адресованы не только музыкантам, но и художницам. А организовали этот вечер, билеты на который были в интернете раскуплены примерно за полчаса, Анастасия Кисловская и Мария Шубина. До джаза при свечах, концертной и выставочной деятельностью не занимавшиеся. Наверное, им очень хотелось поделиться собственным чувством внутренней свободы, рождающейся от сочетания живописи и музыки. Джаз, акварель и свечи. Это прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова